Интернет-канал Юинбэйс представляет Так, Стрийский парк. Памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Помните, лебеди большие и сильные птицы. Зачищая своих детей, дом, территорию, они могут быть опасными для людей. Не приближайтесь к ним без особой надобности. Вот водичка. Печет родимая. Вот это, знаете, я вот уже делал подобные видео. Всем привет. Меня зовут Александр Ярош. Это канал Юинбэйс и программа универсальной экскурсии. Вы уже догадались, я сейчас иду в Стрийский парк. Вот я уже возле главного входа. Сейчас я вам покажу этот, как выглядит этот главный вход. Хотел вот с селфи палкой, но так получилось, что вот смартфон глючит. Вернее, там глючил, но там аккумулятор, по-моему, вздулся. Наверное, там надо менять аккумулятор. Ладно. Начинаем экскурсию. Вот он, этот главный вход. Австрийский парк. Правда, немножко размыто, но все равно. А вот тут валятые самокаты стоят. Детишки. Вот он. Вот эти арки. Главный вход. А вот табличка. Сейчас посмотрим, что в ней написано. О, вот какое-то озерцо. И вот. Сейчас посмотрим. Так. Природный фонд Украинный парк Стрийский. Охраняется законом. Ну, в случае чего я буду переводить название на русский. Если я что-то не могу перевести, то внизу будут субтитры. Так. Стрийский парк. Памятник садово-паркового искусства. Общегосударственного значения. Вот. Обозначение. Зеленым обозначается, что можно, а красным, что нельзя. Тут можно по лестнице подняться. Как красиво. Правда? Вот тут, смотрю, гуляют мамочки с детишками. Вот. Тут можно, видите, влюбленные пары, но это уже... Вот. То самое озерцо. И тут вот надписи. Видите? Сейчас я приближу камеру. Внимание! Заходить за ограждение и купаться в озере запрещено. Не видно. Кормить лебедей запрещено. Ну, вот они, лебеди. Ладно, не будем заступать за ограждение. Вот тут памятка. Вот. Лебедь черный. Лебедь шипун. Вот оно что. Длительность жизни до 40 лет. Создает пару на всю жизнь. А вот у всех лебедей намного больше шейных хипцов, чем у самцов. 24 или 25. Тогда как у самцов только 7. О, как интересно. Помните. Лебеди большие и сильные птицы. Защищая своих детей, дом, территорию, они могут быть опасными для людей. Не приближайтесь к ним без особой надобности. Хм. 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 Прикольно. А это что у нас? Мастер-класс для детей. Осенняя фантазия. Работа с эко-материалами и наслаждение молодых деревьев от ООО «Лесные инициативы» и общества и дирекции Стрийского парка. Когда? 23 октября, суббота. Стрийский парк. Ух ты. Вот это интересно было бы. Вон там что-то строят. Ладно, идем дальше. Ну что, дорогие зрители, вот вы только что увидели красоту лебедей в этом Стрийском парке. Ну, вы правда далеко от меня, за десятки, сотни, тысячи километров. Ну, все-таки красивое место, не так ли? Там еще были стройки. Ну, как вы уже поняли, в этой речке купаться и лезть за Агату категорически нельзя. Ну, там, правда, была надпись. Вот, ладно, идем дальше. Вот я вижу какой-то водопад. Вот водичка печет, родимая. Ух ты. Я тут никогда не видел плавающих уток. Но водичка течет, родимая. Да, вот тут когда-то, еще в 2005 году я гулял с рыбелями по этому месту. Мне было тогда 12 лет. Вот тут я когда-то стоял на этом месте на фоток. Вот у меня сохранилась эта фотография. Вот уточки. Я никогда не видел тут уток, честно скажу, честно сказать. О, тут еще. Наверное, какой-то выпускной или что-то у них, или какое-то кино снимают. Непонятно, не будем им мешать. А вот памятник. Памятник Янови Килинскему. Пойдем посмотрим поближе. Вот какая-то теплица. Я вот когда-то наблюдал, что вот другие люди тоже снимали тут какие-то влоги публично. Вот. Подойдем поближе. Вот этот. А что ж такое? Так. Сейчас. Так. Извиняю за технические неплатки. Просто сенсор на смартфоне глючит. Вот он. Памятник. Она все-таки, надо менять аккумулятор, потому что он у меня вздулся. Она из этого глючит сенсор. Вот теплица, которую я показывал. Дома. И вот там вот, если посмотреть, там вот есть парк культуры. Я вам показывал его в прошлом выпуске программы «Универсальные экскурсии» на канале «Юнбэйс». Это уже по счету второй выпуск программы. «Универсальные экскурсии». Опять размыто. Снимает. Надо будет потом вот и чистить, отполировать камеру. Так. Идем дальше. Что мы тут видим? Сейчас вот тут. Идем дальше. Что мы тут видим? Вот тут деревья. Сейчас уже осень. Вот если вы заметите, вот еще первый выпуск программы «Универсальные экскурсии» я снимал примерно где-то весной или летом. Точно не помню. Надо будет пересмотреть. А вот это уже осень. Вот тут еще один вход. Вот если идти вот от парка культуры, вот, то можно зайти еще через этот вход. О, тут влюбленные пары. Тут тоже фотофотографируются. Ну, ладно, не будем им мешать. Идем дальше. Вот тут, смотрю, какая-то скульптура. Скульптура половины человека. Забавно. Сейчас подойдем поближе к этой скульптуре. А вот еще, смотрите, видите, утки плавают. Неплохо, правда? Вот еще один водопадик. Вот. Скульптура эта полчеловека. Печет водичка родимая. Так. Смотрим, что здесь. Тут, смотрю, тоже какая-то тропинка есть. А вот сейчас я еще раз покажу. Да. Вот. Неплохо было. О, тут еще листья. Ладно. Передохнем сейчас. Ну, вот я уже сижу на фоне лесопарка. Ну, вот так вот оно все выглядит. Вообще-то, знаете, я вот уже делал подобные видео, подобные влоги. Это я еще делал на своем основном канале Александра Яроша. Вот. Там тоже я снимал еще в семнадцатом году снимал различные экскурсии, влоги. Вот. Ездил по разным местам. Вот. И там снимал. А сейчас это я уже делаю не на своем основном канале, а на канале Юинбэйс, на своем фирменном канале. Я, конечно, понимаю, вы привыкли на моем фирменном канале, что там вот идут различные игрушки, но там вот игровой контент. Но сейчас уже более такой разнообразный. контент будет на канале, на экскурсионную тематику, на тревел-тематику. Так что, кто хочет, вперед, заходите на канал Юинбэйс, программа универсальной экскурсии, и как раз вот есть там, будут различные путешествия по различным уголкам. Ну вот пока я тут разговаривал, вот и смотрю, вот белки гуляют. вот белочки. Правда, на камеру плохо видно будет, но ладно. Вы, наверное, обратили внимание, вот еще вот, когда вы смотрели мой основной канал Александра Яроша, то там вот влоги были, там вот частота кадров 10 кадров в секунду. Вот не знаю, получится ли тут нормально все снять, но посмотрим. когда буду монтировать, то скажу там. Вот идем по тому же месту. Собачки играются. Красиво, не правда ли? Вот там то ли фильм снимают, то ли делают фотографии, в общем, не важно. Так, и вот тут еще какое-то здание есть. Наверное, это какой-то бар. Сейчас посмотрим поближе, что это за место интересное. О, тут типа похожие. Да, рука устала держать смартфон, но хотелось на сроке палку, но вы же сами все видели, что смартфон у меня глючил. Вернее, с сенсора меня там глючил. Так, идем дальше. Собачки. Хм. 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 Давайте я вам покажу. По этим желобам, когда идет дождь, то вода не стекает по этому желобу и прямо вот в канализацию. Хм. 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 то место. А здесь что написано? Да что ж ты будешь делать? Вот так не видно на камеру. Вода для питья непригодная. Ну раз непригодная, то лучше ее не пить. Вот она. Вот тут когда-то я стоял с мамой, вот папа тут снимал, еще в 2005-м, когда я тут стоял. Размыто правда, но надо будет отполировать камеру заднюю. Да, оказывается вот непригодная вода для питья. Вот тут еще лестница. И вот она. Давайте поднимемся по ней. Вот мы уже наверху. Отсюда почти все видно. Да, сейчас присядем. Ну что, друзья, вот вы еще увидели этот вот еще один фонтан в форме льва. Там, где я вот когда-то брал воду с мамой, когда я еще сюда ходил, еще 16 лет назад. Вот нас там папа снимал. Там еще один мужик спрашивал, где находится какое-то там техническое училище, что-то в этом духе. Ну как-то так. Я еще вот, как вы уже видели, снимал там озеро. Ну не озеро, а там этот водоем. Так. Да, в общем вот скоро будем уже заканчивать экскурсию. Потому что уже батарея на смартфоне разряжена. Так что посмотрим уже, я думаю продолжим уже в следующем выпуске. Так что подписывайтесь на канал UNBASE, ставьте лайк, комментируйте. Я надеюсь, что вы вот все видели. Вот все достопримечательности. Ну не все, конечно, там кое-что я не снял. Ладно. Будем уже прощаться. Надеюсь у вас все хорошо. Приятных вам впечатлений. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok